Карбамидная аммиачная смесь КАС Карбамидная аммиачная смесь КАС – жидкое азотное удобрение, содержащее от 28 до 32% азота. КАС отличается качественными и количественными положительными особенностями действия в сравнении с другими формами удобрений. КАС выигрывает в плане простоты применения, цены и большего срока эксплуатации агрегатов с ним взаимодействующих. При этом сельхозпроизводители отмечают ряд преимуществ КАС перед твердыми удобрениями. Во-первых, внесение КАС намного равномернее, чем твердых гранулированных удобрений. Во-вторых, внесение КАС может совмещаться с использованием пестицидов в одной баковой смеси, что позволяет сократить несколько операций по уходу за посевами. В-третьих, КАС можно вносить с заделкой в почву, по поверхности почвы и по листу. И в-четвертых, внесение КАС хорошо совмещается с микроэлементами. По данным ФАУ, Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, на долю жидких форм приходится до 10% всего мирового объема минеральных удобрений. Их применяют в 70 странах мира. При этом доминирующую позицию занимают растворы КАС в США. Их применяют около 45% сельхозпредприятий. В странах Европы доля КАС составляет около 20%. В нашей стране долгие годы наблюдался рост применения жидких удобрений в растении и водстве. До 1990 года их доля составляла порядка 20%. Но на сегодняшний день этот показатель упал втрое от общего объема минеральных удобрений. По мнению экспертов, основные причины малой востребованности – нехватка оборудования для их внесения и недостаточная информированность сельхозпроизводителей об особенностях и эффективности применения КАС. Для того, чтобы внести ясность в эти вопросы и дать конкретные практические рекомендации, на базе Самарской ГСХ специалисты АО «Евротехника» российско-германского завода производителя прицепной сельскохозяйственной техники и ПАО «Куйбышев Азот» производителя КАС совместно с представителями аграрной науки заложили полевой эксперимент, в ходе которого изучаются различные аспекты работы с жидкими удобрениями и их влияние на сельскохозяйственные культуры. В ходе данного эксперимента на базе МИП «Агроакадемия» были созданы условия, близкие к тем, с которыми сталкиваются аграрии при переходе от гранулированных удобрений к жидким. И это уже на первом этапе дало интересные результаты. Для разгрузки удобрений мы используем манипулятор с той целью, чтобы минимизировать контакт агрессивного азотсодержащего удобрения с обычной помпой. Нужна специальная помпа, но мы не имеем возможности пока такую помпу использовать. Поэтому поступили просто, выручил крестьянская смекалка. Мы для подъема и вообще, ну скажем так, для разгрузки вот этих еврокубов с удобрениями, которые имеют достаточно высокую массу, плотность касса 1,3, то есть это тонна 300, мы используем кран-манипулятор со специальным приспособлением, которое здесь есть, с той целью, чтобы упростить, решить задачу загрузки опрыскивателя кассом. В сухой форме без крана-манипулятора тоже не обойтись, потому что там используется, как правило, в логистике используются биг-беги, большие мешки по 800-900 килограммов массой, поэтому без крана не обойтись. Ну, в данном случае, этот же кран мы используем для разгрузки и заправки опрыскивателя, поэтому здесь нет никакой проблемы. Легко, удобно, быстро. Для внесения удобрений в поздние фазы развития растения, начиная с фазы выхода в трубку, мы используем специальные шланги. Значит, в чем особенность шланга? Ну, во-первых, высота таким образом подобрана, чтобы можно было вести штангу, не задевая растения, не задевая почву. Да, шланг имеет наконечник металлический, который непосредственно используется для ведения по почве. Диаметр шланга большой. Но, как дозировать удобрения? Для этой цели служит дозирующая шайба, которая размещена непосредственно под фильтром. То есть, вот она, дозирующая шайба с дозированным отверстием, которое рассчитано на рабочее давление, для того, чтобы мы могли вылить ту дозу, которую мы рассчитываем. При расчете дозы мы исходим из показателя 35-40 кг на гектар действующего вещества. Это, грубо говоря, 100 литров раствора удобрения. КАС в данном случае, КАС-32, мы используем в чистом виде. Использование шлангов для нас имеет важное значение в том, что у нас постоянные ветра. Ну, я думаю, что любой производственник скажет, что в нашей местности ветра – это традиционная постоянная ситуация. Вот. Мы этого не боимся. Не боимся даже, скажем так, какой-то, ну, может быть, нелетной погоды, жаркой там и так далее. Получается не просто струйка, а вот целая дорожка удобрения, да, частично попадает на стебли, в основном на почву. Но всё это нормально используется. Вот первое поле, которое мы… Поле яровой культуры овса, которое мы отработали буквально 4 дня тому назад, вот сегодня я смотрю, и мне кажется, что оно стало… Просто визуально оно стало значительно интереснее, скажем так, более обеспечено азотом. Судя по цвету листа, это тёмно-зелёный лист и так далее. Это произошло буквально, ну, скажем, за короткое время, очевидно, идёт процесс поглощения азота. Самое главное, что… Да, данное приспособление защищает, действительно защищает растения зерновые, и, допустим, злаковые растения в позднюю фазу. Но до фазы кущения и при наличии погоды, скажем так, прохладной, сумрачной такой, мы работаем семиструйными распылителями. Вот. Но сейчас погода совершенно другая, сухая, жаркая, ветреная. Поэтому для того, чтобы не допустить ожога растений чистым, КАС-32 без разбавления водой, вот мы используем данные шланги. Вот данное устройство мы будем использовать и при внесении удобрения в посевах кукурузы, подсолнечника, сои, ну и других культур, где семиструйные распылители, в принципе, могут быть непригодны в связи с тем, что там нет того защитного воскового налёта, который присутствует на зерновых культурах до, ну, скажем так, фазы кущения. Конструкция опрыскивателя позволяет быстро произвести замену шланга на семиструйные форсунки. Делается вот таким образом, легко. И ставим форсуночку. Данная конструкция позволяет варьировать агроному различные способы внесения в зависимости от складывающейся обстановки на конкретном пуле. Да, можно листовую подкормку делать обычными форсунками щелевыми, которые мы используем на внесении пестицидов, но в данном случае придётся касс разбавлять водой, потому что там различные соотношения. Чем раньше фаза, скажем, фаза выхода в трубку до флагового листа, можно работать с 20% концентрацией раствора, а уже фаза калашения, значит, 10% концентрация. Пока ещё рано делать какие-то конкретные выводы. Вместе с тем учёным и производственникам Академии удалось наглядно продемонстрировать, что прицепные устройства, выпускаемые в АО «Евротехника», прекрасно работают с КАС. Более того, все эти пресловутые технические сложности перехода от гранулированных удобрений к жидким на практике сводятся к минимуму. А между тем, даже первые контрольные замеры растений показывают заметную разницу между необработанными единицами, которые обозначены цифрой 1, и обработанными КАС. Все эти данные предстоит тщательно проанализировать и зафиксировать. И, конечно же, результаты эксперимента можно будет подводить лишь после анализа урожая. Однако уже сейчас понятно, что эксперимент даёт положительную динамику и открывает дорогу для широкого применения КАС на полях Самарской области.